Кировобадская 104-я воздушно-десантная дивизия Так звучит один из девизов русских десантников Что такое настоящий бой, эти парни знают не понаслышке 31-я бригада прошла через пекло Чеченской войны и через конфликт Южной Осетии Ульяновские десантники помогали мирному населению в Сирии И были теми самыми вежливыми людьми в Крыму Они миротворцы, а поэтому почти всегда на задании И все-таки их дом здесь, в Ульяновске Четверть века назад, в сложное для страны время Ульяновская земля приняла у себя 104-ю воздушно-десантную дивизию Выведенную из республики Азербайджан Нам всем хорошо известно, что 31-я бригада Именно стала преемницей той самой дивизии Но как бы ни называлось прославленное соединение Оно всегда оставалось и будет оставаться достойными славы воинов предшествующих поколений Храняя и приумножая их боевые традиции Везде и всегда Дорогие друзья, как глава региона и просто как ульяновец Позволю себе выразить мнение большинства своих земляков За 20 лет мы стали воспринимать воинов бригады как родных Кажется, на день рождения десантной бригады собралась половина за Волжье Люди приходили целыми семьями Для гостей десантники устроили такой праздник, что впору снимать настоящий боевик С лагерем террористов, захватом заложников, БМД, квадроциклами, снайперами и скрытым проникновением Но не войной единой Оркестр 31-й бригады, который часто выступает на городских праздниках Показал гостям настоящий класс Смесь армейских маршей и джаза на духовых А под занавес выступления «Голубые береты» отложили инструмент и спели Поздравили десантников и офицеры штаба ВДВ, прибывшие в город по случаю двойного юбилея Сегодня вы, стоящие в строю, являетесь продолжателями славных традиций ваших предшественников На вас возложена важная задача по защите нашего Отечества и укреплению его обороноспособности Владимир Анатольевич Шаманов, в свою очередь, рассказал, что правительство России рассчитывает на возрождение дивизии в прежней своей численности уже к следующему 25-летнему юбилею Сегодня, когда утвержден план строительства воздушно-десантных войск до 2030 года Конечно, мы должны ожидать, чтобы к 25-летию бригады мы возродили вновь 104-ю гвардейскую, теперь уже десанто-штурмовую дивизию Которая планирует размещаться в трех замечательных городах В Ульяновске, Пензе и Оренбурге Мы возродим 345-й легендарный полк, который выполнял свои задачи в Афганистане Это будет дань подвигу и героизму этих замечательных людей И мы на следующий год будем отмечать 30-летие вывода наших войск из Афганистана Ну а прямо сейчас десантники показывают свое мастерство рукопашного боя Сломать горящий кирпич голой рукой для голубого берета, раз плюнуть Кстати, совсем недавно десантники с блеском завершили очередной учебный сезон И по его итогам оказались лучшими в России Провели контрольную проверку под руководством командующего воздушно-десантных войск Личный состав всех подразделений, кто сдавал проверку, показали высокие результаты Я считаю, что всех результатов, которые мы ставили в течение первого полугодия, мы выполнили на 100% Ну а для ветеранов 31-й бригады этот праздник – отличный способ вспомнить свою юность И сравнить, как изменились воздушно-десантные войска за десятилетия Рустам Нишанов и его боевые товарищи прибыли в наш город из Самары В бригаде, вернее дивизии Они служили еще когда-то дислоцировалась в Кировобаде Но службу запомнили на всю жизнь Солнце, жара, горы, выцветшие ХБ у военнослужащих, кто раньше нас прибыл Вот такие первые были впечатления Условия были, говорили, как приближенные к боевым, к Афганистану Но мы все равно выдержали, мы все земляки Традиции, по его мнению, не изменились Десант остается десантом И останется им, даже когда бригаде стукнет 50 и 100 лет Андрей Творогов, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова